В эфире телекомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Медики перекрыли Адмиральский проспект и требовали выплатить зарплату. 6 декабря Вооруженные силы Украины празднуют 30-й день рождения. Накануне года Тигра Национальный банк ведет в обращение памятную монету, на которой изображен полосатый хищник. По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 138 одесситов. В целом, с начала эпидемии на 6 декабря 2021 года в Одессе зарегистрировано 106 115 случаев COVID-19. По данным, на 6 декабря в больницах Одессы находятся 470 пациентов с COVID-19, из них 390 в тяжелом состоянии. На лечение в городской клинической инфекционной больнице прибывают 200 пациентов с COVID-19, из них 26 человек в состоянии средней тяжести. 174 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе 7 человек на ИВЛ. В городской больнице номер 5 проходит лечение 128 пациентов. В городской больнице номер 8 – 41 человек. ГКБ номер 1 – 40 пациентов. ГКБ номер 10 – 50 человек. В детской городской больнице номер 3 – 10 детей. За последние сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19 у детей. Две девочки находятся на амбулаторном лечении. Мошенники пытаются выманить украинцев номера банковских карт под предлогом выплаты тысячи Жзеленского. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Лешко. Он пояснил, от имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения тысячи гривен за полный курс прививок. На самом деле, от имени Министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам. Напомним, получить тысячу гривен те, кто прошли полный курс вакцинации, смогут с 19 декабря. Это касается людей, зарегистрированных в приложении ДИА. Для остальных обещают в ближайшее время разработать механизм начисления денег. Сегодня около 40 медсестер, санитарок и врачей перекрыли Адмиральский проспект и требовали выплатить зарплату. Медработники из больницы водников жалуются, что за ноябрь получили только аванс, а зарплату и ковидные надбавки за работу в опасных условиях так и не выплатили. У людей лопнуло терпение и они решили перекрыть дорогу. Пропускали митингующие только кареты скорой помощи. Водители легковушек на преграду на дороге реагировали агрессивно и пытались проехать через толпу медиков. Акция протеста длилась около часа. Медики говорят, если в ближайшие дни они не получат деньги, то просто не выйдут на работу. Предупредили, что с точки зрения закона мы не имеем права оставить больных, что это преступление. Но мне кажется, что такое отношение к нам это тоже является преступлением. Мы будем консультироваться с юристом, на какие мы крайние меры имеем право пойти. И если нам не выплатят деньги, очевидно, будем прибегать к этим мерам. Потому что, ну что нам делать? Мы так тяжело работаем. Вот это то, что они должны. Мы тяжело работаем. Боже, ну это даже передать невозможно. Вы видели эти баллоны, которые мы таскаем? Больные, тяжеленные, больше чем по 120 килограмм. Мы тянем их на себе. Это наше здоровье. Эти средства, которыми мы дышим, это тоже наше здоровье. Это работа очень бредная. Мы коляски. То, что мы перевозим с одной реанимации в другую реанимацию людей больных по улице. Костюмы эти мокрые все. Сами мокрые. Мы выходим с одной зоны, идем в другую зону. Потому что надо или забрать что-то, или отвезти больного, или еще что-то. Мокрые, болеем все время, капаемся. Все на этих санитарах, на этих вице-сестер. Скинули и все. И больше никого это ничего не волнует. Прокомментировала ситуацию директор департамента здравоохранения Одесской АГА Наталья Адарий Захарьева. Она сказала, что на прошлой неделе медики получили аванс. Сегодня, 6 декабря, согласно коллективного договора, они должны получить зарплату. Более подробную информацию в облздраве обещали рассказать 7 декабря, после встречи с коллективом. Высший антикоррупционный суд продлил срок досудебного расследования по делу Труханова. Судья удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и дал детективам время до 5 апреля 2022 года. Вердикт обжалованию не подлежит. Адвокаты подозреваемых пытались возразить, что у следствия было достаточно времени на допросы и экспертизы, но Фемида приняла сторону прокуроров. Напомним, НАБУ подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова, еще 15 человек, среди которых чиновники мэрии в незаконной передаче земли под застройку. Речь идет о почти 16 гектарах земли и ущербе на 689 миллионов гривен. Владимир Галантерник, проходящий как подозреваемый по делу о хищении земель и имущества Одесской мэрии, уже объявлен в международный розыск НАБУ. Как сообщили корреспонденты Украинской службы информации, источники в правоохранительных органах, детективы уже получили разрешение на необходимые следственные действия для розыска одного из главных фигурантов второго дела мэра Геннадия Труханова. В ноябре ВАКС заочно арестовал Владимира Галантерника. Выяснилось, что подозреваемый последние годы, большую часть времени, находится за границей. В этом году он пробыл в Украине всего 56 дней. Если Интерпол примет эту заявку, то на их сайте появится соответствующая карточка уведомления. По данным источника, уже готовится ходатайство для заочного ареста. Информацию о международном розыске Владимира Галантерника корреспондент УСИ подтвердил прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка. 6 декабря Вооруженные силы Украины празднуют 30-й день рождения. В связи с памятной датой в парке Шевченко провели торжественную церемонию. Цветы к памятнику Шевченко возложили первые лица города и области – военные представители полиции. Эта дата считается официальным днем основания ВСУ. Отметим, что по данным ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower за 2021 год, украинская армия занимает 25-е место в мире по показателям боевой мощи. Нацгвардейцы, курсанты военной академии и представители канадской операции Unifier провели акцию на Потемкинской лестнице в честь празднования 30-летия Вооруженных сил Украины. Они развернули флаги и исполнили марш новой армии и гимн Украины. Им аккомпанировал оркестр воинской части 30-12 НГУ. По словам дирижера майора Александра Федорчука, исполненный марш неофициальный, но он родился, когда начался захват украинских земель и остался в душе военных. «Мы решили поздравить личный состав Вооруженных сил Украины с их профессиональным праздником, чтобы поддержать нашу армию. Хотим сказать, что мы всегда стоим на страже правопорядка вместе плечом к плечу с нашими побратимами», заявил Федорчук. В Одессе бульвар Жванецкого утратил свой шарм, поскольку улица потеряла свое главное достоинство, красивый вид на море и порт. Теперь людям придется любоваться стенами нового жилого комплекса или фотозоной Труханова, иронизируют горожане в соцсетях. Высотку прямо перед глазами Одесситов строит известная в городе компания пространство. Они возводят на склоне около бульвара жилой комплекс «Айтаун», который будет состоять из трех зданий этажностью от 9 до 25 этажей. Мало того, что долю морского пейзажа закрывает зерновой элеватор, построенный на останках судоремонтного завода, так теперь еще и высотки. Если идти из арки, то раньше открывался вид, красивый вид. И в левой стороне наши пляжи Лузановка, и все. Теперь это все будет закрыто. Ну, к сожалению. И там справа теперь уже концернные банки стоят высокие, легкие. Значит, такой колорит города старого теряется, к сожалению. К сожалению, в Одессе очень редко создают красоту и колорит нашего города. Вот. Я так как старый житель коренной этого города, то я приветствую старое строительство, которое было архитектурное. И здесь же никаких архитектурных изнишеств не будет совершенно. Это будут вот такие коробочки, которые будут закрывать пейзаж моря и все. Но для тех, кто будет проживать, вероятно, будет приятно. Это, конечно, перебор. Это какое-то жлобство, жадность. Я не понимаю, к чему это дальше идет. Но Одесса с каждым годом превращается в какую-то бараховку. Мне так кажется. Я только смотрю и думаю. Люди всю жизнь смотрели. Видели солнце, видели еще что-то. А теперь же те, кто там и те, кто здесь, они же лишены этой возможности. Мы идем именно об этом только что говорили. Ужасно. Архитектура города просто испортена. Я не знаю. Вот там дом построили, солнце закрывает людям, тень на них падает. Ну что это такое? Ну просто слов нету. Да, кому-то это надо. Квартиры людям надо, но надо находить какие-то места, чтобы другим не мешали жить. Согласна. Такое впечатление, что вот кислород перекрывается полностью. Я вчера читала, что в Аркадии, около Нема, по-моему, очередной отель строят. 14 этажей. Емкие полки. Ну что же это? Опять море перекроют и все прочее. Очень точно подмечено, как будто перекрыли воздух. На самом деле это так и есть. Ведь наше море это и есть наш воздух. И с каждым годом нам его все больше и больше перекрывают, строя высотки и забирая общественные пляжи. Как вы уже поняли, стройка Айтауна вызывает массу негативных отзывов, в том числе в адрес чиновников, которые делают возможной именно такую застройку. Активистка Светлана Подпалая иронизирует социальные сети. Это должна быть именная фотозона Труханова. Поставить бы там его плоскую фигуру в полный рост и непременно в кепке. С якорем сердцем в руках и фоторамку. Я люблю Одессу. В целом, как-то так. Пусть город знает своих героев. С 10 декабря в Украине заработает запрет на распространение бесплатных одноразовых пакетов. Сколько теперь будет стоить каждый, а какие останутся бесплатными до 2023 года в нашем сюжете. Новые правила коснутся магазинов, супермаркетов, заведений и сферы предоставления услуг. Так, с 10 декабря пластиковый пакет должен стоить без ручек и боковых складок 2 гривни, без ручек с боковыми складками 2,5 гривни, с ручками без боковых складок 2,5 гривни, с ручками и боковыми складками 3 гривни. Это минимально допустимые цены, но закон позволил продавцам самостоятельно установить стоимость на более высоком уровне. По мнению правительства, такое нововведение сподвигнет украинцев реже использовать кульки и искать более экологичные альтернативы. При этом за нарушение предпринимателей будут штрафовать от 1700 гривен до 3400 гривен за повторные от 3400 до 8500 гривен. Накануне года Тигра Национальный банк введет в обращение памятную монету, на которой изображен полосатый хищник. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. На аверсе монеты номиналом 5 гривен изображены животные 12-летнего восточного календаря и часы, стрелка которых указывает на тигра. На реверсе стилизованная голова с символа года. Кроме того, на обеих сторонах монеты будут знаки времен года – снежинка, цветок, ягода и листик. Тираж составляет 30 тысяч штук. Монеты вводят в оборот с 9 декабря. Одессит стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе. Владлен Козлюк завоевал золотую медаль в категории до 97 килограммов в чемпионате Украины, который проходил в Черкасах. В финале одессит встретился с Юрием Дороганем из Запорожья и одолел его со счетом 3-1. Напомним, в феврале Владлен Козлюк стал призером Кубка Украины по греко-римской борьбе, претендовал на участие в украинской сборной на Олимпиаде 2020. Ранее он стал серебряным призером на чемпионате Европы. Как сообщили в областном управлении Национального олимпийского комитета Украины, еще двое одесских борцов. Дмитрий Цымбалюк в категории до 60 килограммов и Гевор Арзуманян до 63 килограммов получили бронзовые медали. Наш выпуск подошел к концу. Далее вас ждет прогноз погоды. Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 7 декабря в Одессе пасмурно. Дождь, ветер южный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 10-11 градусов тепла.